Ну а у школьников тем временем в разгаре весенние каникулы. Подросткам предлагаю сходить в музей сегодня, чтобы попасть в науку завтра. И вот что это за фестиваль, уже готов рассказать наш коллега Дмитрий Аксенчик. Он находится в этом музее прямо сейчас и выходит с нами на прямую связь. Ему слово Дима. Доброе-доброе утро. Тебе еще раз. Дима, здравствуй еще раз. Еще раз здравствуйте. Доброе утро, Петербург. Ну, мы здесь в этом музее почвоведения. В первую очередь, чтобы рассказать вам об этом безмолвном свидетели многих различных процессов, которые происходят на Земле. Исследуя почву, ученые могут, например, выяснить причины тех или иных природных катаклизмов и даже, например, спрогнозировать будущее. Вот как раз-таки об этом выставка-экскурсия «Память почвы». А с нами в прямом эфире Елена Юрьевна Сухачева, директор Центрального музея почвоведения. Доброго вам утра. Добрый день. Доброе утро. Да, наш музей уже седьмой год подряд готовит специальные программы в рамках нашего фестиваля в музее «Сегодня в науку завтра». И в этом году мы подготовили экскурсию «Память почв». Проводит эту экскурсию наш молодой сотрудник, который как раз занимается археологическим почвоведением. Вот перед вами сейчас очень интересная почва. Называется она «Микулинская ископаемая почва», которой 125 тысяч лет. Эта почва пережила оледенение и находится под большим слоем отложений этого последнего оледенения. Но что мы можем сказать как почвоведы? Дело в том, что если мы посмотрим строение почвы, изучим ее, то мы можем рассказать, какой был климат 125 тысяч лет назад. И какой же? Потому что строение и свойства почвы говорят о том, что он аналогичен современным условиям. Таким образом, вот есть специальный раздел «Палеопочвоведение», и «Палеопочвоведы» могут говорить о том, что было, и прогнозировать даже будущее. А вот касательно того, что будет, вот прямо за вами такая как будто бы пугающе знаковая надпись «Наши почвы под угрозой». Они действительно под угрозой? Да, конечно, это очень острая проблема, потому что почвы выполняют, ну, очень большое количество различных биосферных функций. И мы должны очень внимательно относиться к почвенным ресурсам не только России, но и мира. Потому что почвенные ресурсы исчезают, строятся города, мы распахиваем почву. Естественных почв остается все мало, поэтому функции почв, они тоже достаточно изменены в современном мире. Сейчас этому уделяется большое внимание. А как долго почва восстанавливается и формируется? Знаете, в общем, у нас, у почвоведов, считается, что почва – это невозобновимый ресурс. Потому что, например, почвы нашей Ленинградской области, черноземы, им около 10-12 тысяч лет. Поэтому за десятки и сотни лет почвы мы не восстановим. А вот почвы Петербурга чем уникальны, интересны? Почва Петербурга – это почва города, сконструированные почвы, если мы возьмем центры города. Но здесь у нас представлена очень интересная схема почвенного покрова. Обратите внимание, на 1703 год. Потому что мы восстановили как бы почвенный покров нашего города на момент основания. И есть такой миф, что Петербург построен на болоте. Так ли это? Мы его развенчали. Не так. Ну что ж, спасибо большое. К сожалению, слишком мало времени о том, чтобы побольше рассказать о том, что действительно кладезь интересной информации у нас под ногами. И все образцы почвы, которые здесь представлены, они на самом деле со всех, почти со всех континентов нашей планеты. И каждый образец по-своему интересен и уникален. Спасибо.